Микс Ньюс День добрых дел на Радио Болтком Традиционно это вторник Уже с утра вы слышите объявление От имени Зелёной Лампы Кому нужна помощь на этой неделе И откликаетесь Спасибо вам, добрый день В эфире Зелёная Лампа Программа о тех, кому нужна наша помощь И для тех, кто хочет помогать Веду её сегодня я, Рита Трошкина Наш звукорежиссёр Родион Золотарёв И в гостях у нас музыкант-пианистка Руководитель фонда Германа Брауна Инна Давыдова Здравствуйте Добрый день И она ещё сейчас к её титулам многочисленным Можно присоединить ещё один Хозяйка нового, только что открытого Камерного концертного зала Артиссима Вот был фестиваль у вас Артиссима А теперь вот уже расширилось это понятие Поздравляем Спасибо Очень приятно Очень приятно, что Зелёная Лампа Отметила это событие Я знаю, что и на страницах Фейсбука И звонки Мне это очень приятно Потому что я думаю, что мы эту Зелёную Лампу будем и там у нас тоже зажигать Это здорово И вы наш большой друг Мы знаем Инна Давыдова у нас не впервые И всегда очень помогает и поддерживает Все наши проекты И сейчас мы её можем назвать ещё и марафонцем Потому что только что закончился марафон музыкальный Ну да, так получилось, что мы в момент открытия предложили нашим слушателям Шесть разных событий на разный вкус разных жанров Ну пять было музыкальных, но тоже разные Это был вокальный вечер, такой гала, где большую часть играли молодые музыканты Это был фортепианный вечер, скрипичный и джазовый А потом у нас был литературный вечер Чему я несказанно рада Потому что как-то вот так шажок за шажком Я приближаюсь каждый раз к своей новой очередной мечте И как мне когда-то хотелось, чтобы у меня был музыкальный клуб Я даже не могла вообразить себе, что это будет концертный зал Мне хотелось, чтобы это было какое-то такое смешанное пространство Где была бы маленькая сцена И может быть маленькая пианино Чтобы можно было делать иногда концерты на 30-40 человек Но то, что это будет концертный зал с хрустальными люстрами, роскошным роялем И вместимостью гораздо больше, чем я мечтала когда-то Это, конечно, я воспринимаю это как чудо И думаю, что, может быть, где-то и мне светит эта зелёная лампа Которая позволяет реализовывать свои мечты Да, и это символ надежды Почему у нас такое название Зелёная лампа – такой свет разрешающий Свет, который включается, и мечты, они сбываются Но над этим, как говорят, надо много работать Над этим надо много работать С одной стороны, конечно, надо правильно формулировать посыл Но этого мало Я не верю в эти позитивистские лозунги о том Что лягте на диван, представьте себе, что всё у вас уже есть Мы материализуемся и свалятся Думаю, что нет Думаю, что нет Я думаю, что в больших линиях, наверное, это выглядит так Человек приходит в этот мир для того, чтобы выполнить свою какую-то миссию И если он по этой стезе идёт Если он попадает в эту лыжню, скажем так Или в эту колею В свою правильную Иногда же это случайно происходит Потому что есть очень много других сопутствующих И влияющих на жизненный выбор и жизненные коллизии факторов Но если ему туда удаётся попадать Мы знаем, как это бывает Сразу всё начинает само подгребаться И тут главное Тут очень много важных моментов Не останавливаться на достигнутом Не почивать на лаврах Не довольствоваться малым Ну, по крайней мере, у меня это так А всегда видеть перед собой какую-то более далёкую цель Менее достижимую И тогда ты понимаешь Что вместе со своими мечтами ты растёшь Ты развиваешься А поскольку я всё-таки музыкант И человек творческий То я точно знаю И в это верю Без всяческих сомнений Если ты перестаёшь развиваться Как творческая личность Ты умираешь Я думаю, что на самом деле Даже если ты просто как личность Перестаёшь развиваться Не в творчестве А в своих жизненных установках Приоритетах Пристрастиях То ты тоже засыхаешь И мы знаем людей Которые засыхают очень рано Им ещё и сорока нет А они уже такие кислые Как-то вот отживают Как будто бы эту жизнь Или бегут Как вот зайчики-энергайзеры А чего, зачем Непонятно И с другой стороны Мы знаем людей Которым за 90 А они полны жизненных соков Вот может быть и сил уже мало А всё равно вот это цветение Оно остаётся Вот вы очень важные слова Сейчас сказали И я каждый раз поражаюсь Насколько непредсказуемо Иногда совпадает Мироощущение гостя С темой нашей программы Потому что мы будем Сегодня про миссию говорить И про музыку говорить Вот так совпало всё Я должна сказать Что наша зелёная лампа Сегодня включается Для малыша Для трёхлетнего Криста Погулбиса Он живёт с мамой и с папой В бецомниках Это за Ригой Далеко в таком маленьком домике Ну практически среди леса Они живут И мальчик этот болен с рождения И сейчас мы просим помощи для него Потому что семья должна оплатить специальное лечение То есть мальчик родился уже с повреждениями сильными головного мозга У него такая проблема Что нарушены связи между мозгом и телом То есть команды, которые даёт мозг Не доходят до органов До тела И чтобы это всё дело восстановить Прогнозы были очень плохие Когда он родился То есть маме сразу сказали Это безнадёжно всё Для неё это был шок Для всей семьи это был шок Но вы знаете В жизни происходят Очень часто иначе Происходят вещи Когда человек Вот как вы говорили Человек не останавливается Человек руки не складывает Не опускает И начинает что-то делать И вот постоянная реабилитация Постоянный поиск каких-то методов Они дают маленькие-маленькие результаты Три года Кристопу сейчас И за три года родители прошли огромный путь И вот такая большая радость Я вот когда читаю Сама эту статью перечитываю Которую мы сегодня публиковали В рубрике «Зелёная лампа» Вот просто слёзы наворачиваются Недавно мальчик научился улыбаться Представляете, в три года Он научился улыбаться И какое это счастье для родителей Он начал держать голову Ну это совершенно чудесный малыш Он такой красивый Просто Ну жалко, что так судьба, конечно, распорядилась Но сейчас ему могут помочь В решении этих проблем Потому что наука и медицина Она идёт вперёд Она очень быстро идёт вперёд И постоянно какие-то новые открытия Делают медики И вот есть клиники в мире В частности в Бельгии Специализированные Лечение по методике ABR Она от Баниэль метод называется То есть это клиника Где изучают именно эту проблему И они восстанавливают эти связи Такими специальными методами То есть это долго Там в статье у нас написано Немножко подробнее про это То есть четыре курса По методике ABM Очень нужны к Рейстопу И также ещё есть методика ABR Вот родители, которым Эта проблема близка, скажем так Они могут прочитать тоже Обратиться туда Нейрологические методы Очень мягкая реабилитация Когда восстанавливаются связи И ребёнок понемножку Начинает существовать Совсем в другом ритме То есть быть уже ближе К нормальному поведению детей Но это всё, конечно, очень дорого И всего четыре курса Это 7950 евро По методике ABM второй курс Это 2800 евро В общем, семье нужно собрать Более 10 тысяч евро сейчас Наш телефон, телефон зелёной лампы 9306384 Повторяю, 9306384 Евро 42 цента за звоночек Он работает всю неделю Для малыша, для трёхлетнего Кристопа Гулбиса И также в благотворительном фонде Be Open, с которым мы сотрудничаем И совместно делаем программу Открыт счёт для Кристопа Чтобы собрать эти денежки На эти курсы реабилитации Потому что они именно дают результаты Они дают результаты И по Кристопу это уже видно А о том, какие у него родители Я чуть позже ещё расскажу Потому что мама, Эггия Она занимается музыкой Она просто человек, который Фанатично любит музыку с детства И любимый фильм у неё, сразу скажу «Звуки музыки» Джулия Эндрюс Потому что, ну, кто смотрел этот фильм Тот никогда не живёт Наверняка все смотрели Но не все, может быть, молодёжь и не видела уже Хотя мюзиклы есть, да? Мюзиклы, ну, есть вот этот фильм Мне кажется, просто все семьёй смотрят Когда дети маленькие Мы его тоже показывали несколько лет Как часть нашего фестиваля «Артиссима» Всё то же самое «Артиссима» И у нас в рамках большого музыкального фестиваля Был маленький кинофестиваль С названием «Артиссима Синема» И, кстати, мы это будем продолжать И в нашем зале Мы там показывали музыкальное кино И обязательно один из разделов Был кино для всей семьи И, конечно, первым делом Это пошли «Звуки музыки» Звуки музыки, да? Напомним, что героиня, Которая играет Джулия Эндрюс Там этот фильм получил много Оскаров В своё время 65-го года фильм Она воспитывает семерых детей Там любовь, там дети, там музыка Всё, и поёт постоянно Это очень музыкальный фильм И в своё время он был хитом И сейчас тоже Я могу даже рассказать Такую малюсенькую историю Что когда мы этот фильм показывали В Юрмале в музее города Там нам выделили пространство И мы могли там показывать кино Бесплатно для всех У нас собиралось по 150 человек Иногда по 180 И приехала моя подруга Самая детская моя подруга Самая детская То есть мы познакомились Когда Мне было 4, а ей 3 Замечательно И она приехала с двумя детьми И мы думали, что мы детей Посадим смотреть кино А сами с ней пойдём на улицу Сядем в кафе И будем общаться Мы как сели Она сказала Давай минутку посмотрим И эта минутка превратилась В полнометражный фильм Мы не могли оторваться Сами Взрослые девушки Ну вот Эгей Маме малыша Которым мы сегодня говорим Ей тоже очень нравится этот фильм Он у неё любимый А сама она Она жила в Риге Раньше потом Она переехала к мужу В Эцемнике И она пела в хоре В камерном хоре И сейчас продолжает петь То есть по возможности Когда ей удается вырваться Когда позволяет здоровье малыша И есть с кем оставить Она приезжает в Ригу На эти репетиции Дирижёры очень с пониманием относятся И поёт И она считает, что это музыка Это лучшая вообще релаксация Это что-то такое для души Что помогает держаться И конечно малышу своему поют песни И я думаю, что это тоже влияет На развитие ребёнка Мы про это ещё поговорим Да Я сейчас просто хочу напомнить Что наш телефон 93006384 Работает для маленького мальчика Трёхлетнего Кристо Погулбиса Который болен с рождения И сейчас ему нужны Серьёзные курсы реабилитации Которая поможет улучшить его состояние И я вот перед тем, как мы зашли в студию Открыла журнал, который мне попался Вот первый попавшийся И вот так думаю Интересно Куда глаз попадёт? Да на что? И вот какая фраза была Очень интересная Без музыки жизнь была бы ошибкой Ницше Вот такая фраза Думаю Надо же Случайности, наверное, не бывает? Нет Не бывает случайностей Нет Все совпадения Они где-то существуют Мы просто Опять же Попадая В правильную колею Или как сейчас говорят Правильное место В нужное время Ты не совершаешь вот этих ошибок Научиться бы попадать Всегда Ну это надо прислушиваться Мне кажется, всё-таки Это надо прислушиваться к зову сердца Потому что Рассудок Больше чем сердце Подвержен влиянием Извне А сегодня У нас эти влияния Они просто Лавиной На нас Несутся Они нас окутывают Оплетают Они в нас прорастают И мы даже Сразу не замечаем Как мы сами меняемся Под влиянием Вот этой лавины Извне И В наше время Мне кажется Труднее Чем когда-либо Сохранить Своё Естество Вот своё Внутреннее Я Какую-то Нетронутую Сердцевину Которая Должна Обрастать Вот тем Что тебе дорого Тем Что для тебя Значимо Невзирая На влияние Со стороны И вот тут Как раз Может Помочь Ну как угодно Назовите Сердце Душа Дух Нутро Интуиция Но не то Что Поглощает Информацию Вот такую Прямолинейную А то Что живёт Вот На более тонких Уровнях Мне кажется Пожалуйста Посмотрите Страничку Зелёная Лампа На фейсбуке В социальных Сетях И на сайте MixNews.lv Там есть статья Про малыша Трёхлетнего Кристопа И там Посмотрите Фотографии Потом мы продолжим Сейчас у нас Небольшой перерыв На новости Оставайтесь с нами Мы продолжаем Программу Зелёной Лампы Напоминаю Что в гостях У нас сегодня Музыкант Пианистка Руководитель фонда Германа Брауна Хозяйка нового Салона Нового Концертного Зала Артисима Инна Давыдова И говорим мы О музыке О любви О милосердии Как всегда Обо всём хорошем А программа наша Помогает сегодня Маленькому мальчику Трёхлетнему Кристо По Голбису Который болен С рождения И ему очень нужна Помощь Ему и его родителям На оплату Лечения По специальной методике Специализированной Клиники Бельгии Телефон 9300 6384 Работает Всю неделю До следующего вторника Для Кристо И сейчас Сразу я хочу Сказать Два слова Буквально По итогам Прошлой программы У нас Была программа Посвященная 17-летней девушке Валерии Валерии Жуковой Которая тоже Очень серьезно больна И мы читали Сказки Которые она пишет Мы читали Стихи Которые она пишет И просили Тоже помощи Для реабилитации Валерии И статья называлась Валерия Которые верят в чудеса И вы знаете Ну чудеса Немножко случились Вот это удивительно Позвонила вчера Нам мама И сказала Ну вы знаете Она со слезами Просто столько Хороших вещей Произошло За эту неделю Во-первых Мы практически Собрали Эту большую сумму 7 тысяч евро Нужно было На два курса Валерия Она не ходит Она самостоятельно Двигаться не может Научилась писать Одним пальчиком Набирает Свои сказки Ну это чудесный Светлый человек Она хохочет Смеется От нее столько радости Сколько не бывает Вот от обычных людей Да Это просто чудо Я так рада Нашему знакомству Она сейчас нас тоже слушает Привет Валерия И вот 7 тысяч Мы почти собрали Почти собрали 6 тысяч 486 евро И было сделано 1168 звонков На телефон Но я там дальше Не озвучиваю Вы можете прочитать Все цифры точно Не хватает Около 500 евро Но надеемся Что это все соберется Да Потому что счет работает Телефон уже переключен А счет Валерии Остался И вот практически Два курса Мы с вами ей подарили Смогли обеспечить И на следующий день После нашей программы Вдруг поступил Очень большой Денежный взнос Мы не знали от кого Мы потом узнали То есть Одна женщина Просто перечислила Я думаю о том У нас как Все-таки не иссякает Вот этот источник Милосердия Это Потрясающе Потому что Настолько часто Говоришь о том Что люди теперь Замкнуты на себе Что они Озлоблены Тем Что вокруг них Происходит Не только в Латвии Вообще В мире Что они Напуганы Что они Не хотят думать О будущем И так далее И так далее И вот эти Ситуации Чужие Они в общем Показывают Сколько в людях Добра Я только Думаю о том Ходит такой Мем По фейсбуку Надо было бы Сделать наоборот Как бы на зарплаты Некоторым Товарищам Собирать А чтобы Вот больных детей Все-таки Помогало Лечить государство Ну да Потому что Иногда только Вопрос денег Это было бы Это было бы Наверное Правильно Но Мы живем И существуем Там где мы есть И В таких обстоятельствах Которые мы Ну как бы Глобальные обстоятельства Мы изменить не можем Но вот поступая Хорошо Мы потихонечку Этот мир Все-таки Меняем Я в это очень верю И Когда я читаю Отчеты Зеленой лампы Или когда Призывы Читаю Я всегда откликаюсь Потом пишу Дан По-английски Дан Как мне сын пишет Если я ему даю задание Он мне потом пишет Дан Сделано И я тоже вам пишу Дан Потому что я либо Перечисляю деньги Либо звоню Один за другим Звонки делаю Каждый Делает это В меру своих Возможностей Но главное То что люди Откликаются И Когда я читаю Ваши отчеты Я каждый раз Плачу Потому что Это Нельзя Принимать Как Должное Никогда Но удается Всем вместе Удается что-то сделать Это не печальные истории На самом деле Это истории хорошие Это Как это называется Это история успеха Я думаю Что это история Успеха Человеческого духа С обеих сторон И со стороны тех Кто Борется За это здоровье И за эту жизнь Своих детей И самих себя Эти дети Это да А с другой стороны Это история успеха Каждой личности Которая Жертвует Эти деньги Которая помогает Потому что Сделав Вот это доброе дело Ты действительно Себе помогаешь Успех ощущаешь В душе Я думаю Что сравнить с этим Вообще мало что можно Инна Но вы же И ваш фонд Германа Брауна Тоже очень много Добрых дел дел Расскажите пожалуйста Ну знаете Честно говоря Даже неудобно Об этом говорить Удобно-удобно Об этом нужно говорить И я настаиваю Три дня назад У нас В нашем концертном зале Артисима Состоялся концерт Вестерта Шимкуса Я чуть не упала Со стула Когда он В рассказе А он сопровождал Игру Маленькими Такими Миниатюрными Рассказиками Рассказал О том Как он учился В Испании У Башкирова И сказал Что он туда попал Только благодаря Усилиям Инны Давыдовой Хозяйки этого зала Я знаю Как он ко мне относится Но я не думала Что он об этом Будет говорить Во время концерта Конечно Я была очень тронута Он был первым Человеком Музыкантом Которому мы Ну я очень серьезно Помогала Очень долго С его 14 лет До его Наверное 24-25 То есть Долго Наверное Лет 10 И Я просто Счастлива Что Он стал Таким большим Музыкантом Взрослым Солидным Умным Образованным Интеллигентным Одаренным И Абсолютно Таким Особенным Человеком И музыкантом И я счастлива Что я в свое время Смогла ему помочь Конечно Мы не бросали клич Тогда мы еще не бросали клич Помогите Вестерду Я просто делала это Из своих собственных Расходов Из своих собственных Денег И Сколько могла Столько помогала Потом Были другие И вот Днем раньше Чем Концерт Вестерда Состоялся Концерт Элины Букш Хотела про нее спросить Да Вот мы не Можно было ее пригласить Сегодня Мы не подумали Она сейчас в Риге Еще два дня Я просто знаю Насколько она Сердечный человек И у нее вообще Была особенная жизнь Исключительная Для современного ребенка А ее В 10 лет Педагог Забрал от родителей И увез к себе Потому что Уехал в другой город Преподавать игру На скрипке Она родилась В Айскрокле И пошла В 6 лет Музыкальную школу К профессору Роэру Каллинчу А потом Он уехал Из Айскрокле Уехал в Юрмалу Там где у него был дом Музыкальная школа И он уговорил родителей 10-летнюю девочку Отдать Чтобы можно было Заниматься По-настоящему Потому что он сказал Здесь она Закиснет Тут нет таких педагогов Я из нее сделаю Настоящий Это удивительная история Она у него жила Она у него жила Много лет Потом она против него Восстала Как положено В подростковом возрасте Съехала с их квартиры Сняла угол Потом вернулась Ну в общем Все как положено Но Если бы не он Если бы не его Эти Абсолютно Невероятные усилия Если бы не его способность Убеждать Как бы он отнял У живых родителей Ребенка Для того Чтобы играть на скрипке Мама до сих пор Эта девочка Уже взрослая Мама до сих пор Вспоминает С содроганием Как она страдала Потому что Она девочку Видела раз в месяц И как мы помогали Этой девочке Сначала Купив ей смычок Поскольку сам О.Р. Калнич Пришел ко мне Играя глазами И кокетничая Стал просить помощи Такой роскошной Человек в возрасте С горящими глазами Невероятный Музыкант Невероятный Педагог скрипичный А потом Были такие ситуации Когда действительно Надо было бросать Клич Потому что Нужны были джинсы Потому что Нужна была куртка Потому что Нужны были сапоги Потому что Девочка росла Потому что Надо было Отправлять ее Учиться Потому что Надо было Покупать ей Струны для скрипки И так далее Этот список Был бесконечный И вот тогда Я на ее Опыте На нашем С ней опыте Я вот стала Расти Как фаундрейзер Для детей И действительно Все откликались Не было ни одного Случа Чтобы кто-то Кому и обратилась За помощью Для девочки Скрипачки Чтобы кто-то Отказал Ну а потом Это все Таких было много Я помогала В свое время Еще другим музыкантам И учиться В других городах И помогала Когда они уже поступали Кто в Московскую Консерваторию Кто в Испанскую Королевскую Академию Кто в Бельгии Как и Лина А потом Это превратилось В большую программу Аванти Программу поддержки Молодежи И мы поддерживаем Разными способами Конечно Мы тоже Нуждаемся в деньгах И если кто-то Хочет пожертвовать На другое То это можно сделать Через фонд Зедот ЛВ Где есть программа Аванти Но я не хочу В зеленой лампе Говорить об этом Потому что Я уже давно Для информации Да Но не более Потому что я давно Уже поняла Что как для меня Не была бы Важна музыка И все Что ее Питает И все Что ее Дает ей жизнь То есть музыканты Они музыку оживляют Это нельзя сравнить Со здоровьем И если Государство Не очень богатое И люди в нем Делятся Последним То если бы мне Надо было делиться Последним Я тоже давала бы На здоровье А не на культуру Как мне не прискорбно Это Произносить вслух Но мы надеемся Всегда Но мы всегда Надеемся на то Что у людей Разные приоритеты И что все-таки Этого Этой волны Скажем Финансовой Что ее будет достаточно Чтобы эти капельки Чтобы они попадали На разные почвы Главное желание Конечно И сейчас Мы очень многим Помогаем Мы помогаем Ребятам Которым нужны Музыкальные инструменты Мы помогаем Ребятам Прежде всего Сейчас они все Просят на Какие-то поездки За рубеж Либо на конкурс Либо на мастер-классы Либо на учебу И мы В этом Помогаем И Сколько можем Потому что Времена Конечно Сейчас Жесткие Скажем прямо И меценатов Становится меньше К сожалению И я вот тут Все-таки Хочу вспомнить Бориса Тетерева Который в том числе Помог Элине Поначалу На стипендиат В тот момент Когда у нее Была действительно Критическая ситуация И я не могла Ей помочь Потому что у меня Просто вообще Не было никаких денег То есть я ей помогла За два месяца до этого Этого оказалось Недостаточно И она оказалась Очень неприятной Этически Неприятной Ситуации Ей тогда было Семнадцать Наверное Я не знала Кому мне обращаться Мы с Тетеревым Не были знакомы Я позвонила Своей подруге Министерства культуры Она позвонила Тут же Тетереву Нас связали Он моментально Ей помог Потом мы познакомились Потом она стала Его стипендиаткой Потому что Она училась Как раз в Бельгии И нужны были Все время средства Они выплачивали И стипендию Она ежегодно Приезжала И играла На разных Событиях Играла На прощание Да И просто так совпало Что она оказалась здесь Да Она оказалась здесь И она тут же Во-первых Как только она Об этом узнала Об этом Несчастье Она позвонила мне И мы с ней Хором Сказали одно и то же Что надо посвятить Концерт Ее сольный Памяти Бориса Тетерева Вот тот концерт Который состоялся Четвертого Октября У нас На концертном Зале Артиссимо А после этого Когда мы Узнали Когда состоится Прощание В церкви Световая Иоанна Конечно Она играла Это конечно Человек Которого Не забудут Здесь Столько Столько было сделано Никогда не забудут Никогда не забудут И я только сейчас Можно сказать Молюсь о том Чтобы все те Кто остались В этом фонде Вокруг этого фонда Чтобы у них Хватило Моральных сил Прежде всего У Инары Продолжать Это С той же Интенсивностью С теми же Усилиями С той же Направленностью Позитивной С которой Это делал он Потому что Только таким Образом Его воля Настоящая Будет выполнена Это правда Это правда Я хочу еще Напомнить Что наша программа Сегодня помогает Маленькому Трехлетнему Кристопу Собрать деньги На очень важное Для него лечение Мальчик болен С рождения И если вы посмотрите Почитаете статью Которая опубликована В рубрике Зеленая лампа На сайте Микс Ньюс ЛВ Вы увидите там Потрясающую фотографию Это фотография Из проекта Сделан такой проект Общества Берну Палетива Сапруп Из Бедриба Такая есть Которая занимается Помощью детям И родителям Совсем тяжелобольным Детям И родителям Удержаться В этой жизни И Детям Которым нужен Особый уход Вот приехала В Латвию Фотограф Ангелов Ангела Форкер Это американский фотограф Она сама Пастора И она Очень потрясающий Отзывчивый человек Она занимается Фотографией детей И в Латвии Она в этом проекте Участвовала То есть Делала фотографии детей Как бы Исполняя Их мечты Которые могли бы быть Там Ну это невероятно Вот наш маленький Кристоф Он тоже попал В этот проект И его снимали Так как Ангелочек на качелях Она его увидела То есть Конечно Он лежал на полу На голубом коврике А это получилось Потом Как бы Небо Облака Этот ангелочек На качелях Катается Это совершенно Невероятно Красивая фотография Другие детки Они там скачут На зебрах Они там Летают по радуге И Это сделано С такой Огромной любовью И На открытии выставки Вот выступали Очень многие люди Мы посмотрели Видео Это Общество Берна Палятио Сапру Песбедриба Они придумали проект Сапню тылты Мосты мечты Вот Очень тоже Тоже собирают деньги Тоже просят помощи Там выступал Наш врач-реаниматолог Петерис Клява Который тоже Надеемся Что он придет В нашу программу Мы с ним созванивались И он сказал Очень важные слова Он сказал Что это Такие дела Которые Они выше Немножечко Они нас Приподнимают То есть Это дети Которым тоже нужна Любовь и забота Это подарок Судьбы Я хотела сказать Я хотела сказать Что Все мы знаем Сказку Андерсона О гадком утенке Да И мы никогда не знаем В какого лебедя Этот гадкий утенок Может превратиться И Естественный отбор Природы Он не всегда Естественный Потому что Критерии По которым Отбирать Они очень разные И дети Ну вспомним Тива Хокинса Который На самом деле Если бы он жил в Спарте Родился бы в древней Спарте Его бросили бы со скалы В первый же день И не было бы разговоров А Гёте Родился Бездыханный Обвитый Пуповиной Синюшиной Его просто вернули К жизни И таких случаев С великими людьми Несколько И я думаю Что вот этого мальчика Фамилия Голбис Фамилия Лебедь Да Так что будем надеяться Что наша с вами помощь Даст ему возможность Со временем Из утенка Неизвестной породы Да Превратиться Все-таки В этого прекрасного лебедя Потому что Медицина сегодня Действительно Совершает чудеса Но чудеса медицины Ничто Без людского сердца Без людской помощи И без веры И без веры Конечно Вот вера родителей Наша людская помощь И усилия Медицинской науки Они действительно Все вместе Могут сотворить чудеса И если ребенок Начал улыбаться Это значит о том Это говорит о том Что его мозг Постал сигнал Связи восстанавливаются Да Восстановил эту связь Потому что улыбка Это одно из первых движений Не считая Питания Да Которое ребенок делает Сознательно Совсем маленьким Ну значит Есть надежда У родителей Очень интересная история Они познакомились Давно Еще в молодости Совсем ранней Но тогда ничего У них как-то Искра не проскочила А вот через Какое-то количество лет Они снова встретились И как они Сами говорят Улыбаются Говорят Наверное Мы должны были созреть Наверное Мы должны были К этой задаче Быть подготовлены Мы же не знаем Как это все случается Как нас соединяют И они Вот реально Не говоря громких слов Но вот считают Что это миссия такая Вот им дали Этого ребенка Они безусловно Его любят Я в это тоже Очень верю Я очень верю В то что Мы не просто Рожаем этих детей А эти дети Приходят к нам И чему-то Нас научить Научить Очень Так банально Уже тоже стало Чтобы вот мы Выполнили Какие-то свои уроки Но на самом деле Это наверное Так А я в своей жизни Видела Очень много Сложных Больных детей Некоторые из них Были отказники Другие Жили в любви Третьих забрали Те у кого Не было своих родителей И я думаю Что вот эта Порция любви Которую эти дети Большая часть из них Все-таки получила В своей жизни Она вот Предопределена Вот этой Родительской миссией И попадают Эти детки Часто Либо они попадают К правильным родителям Либо они потом Каким-то образом Попадают К правильным родителям Мало того Ведь очень много детей Искалеченных Не от природы А искалеченных Морально Что тоже Очень трудно И таких детей Иногда возвращать К нормальной Социальной Социализированной Жизни Еще сложнее И у меня есть Очень близкий пример Людей Которые взяли Брата и сестру Очень талантливых И очень несчастных После большой трагедии Которая в их семье Случилась Они взяли Двух детей И вот эти дети Сейчас уже Взрослые Девочка-студентка Мальчик-старшеклассник И я думаю Я не знаю Кому повезло Больше Этим детям Или этим родителям Которые Наслаждаются Обществом Друзей Младших друзей То есть Они вырастили себе Друзей Настоящих Мальчика И девочку Взамен Того Что Было До этого И наша программа Стремительно К концу Подошла Это просто Мы с вами всегда Мы начинаем Нас куда-то На часик Нам бы еще На часик Это очень здорово Давайте так здорово Только скажем Скажите пожалуйста О ваших Мероприятиях Библиотеки Давайте мы скажем О том Что действительно Для всей семьи Поскольку мы говорили Про всю семью Я хочу напомнить Что в этом году Фонд Германа Брауна Продолжает Уже четвертый год Цикла Новая филармония В здании Обратите внимание Национальной библиотеки В зале Зе Дониса И мы начинаем На следующей неделе 20 октября Концертом Под названием Не очень оригинальным Но очень понятным Для любого Париж Праздник Который всегда с тобой Потому что Мы продолжаем Традицию Прошлого года Мы знакомим Наших слушателей С музыкальными Столицами мира И это Очень разные столицы Разных континентов И разного уровня И каждая программа Она построена По совершенно другому Принципу Это может быть И историческая программа И географическая И музыкально-литературная Или художественная Какая-нибудь еще Но во всяком случае Приходите Билеты Совсем недорогие Приводите друзей Знакомых Я знаю Что к нам Иногда приводят Прямо Деток Те Кто им помогает Вот приводят Например Десять человек Покупают им билеты С ними Два-три Педагога И вот Они приходят Слушают И смотрят Потому что Сама библиотека Здание Прекрасное Как бы мы не форчали Но Как бы мы Не сомневались Но тем не менее Я это здание Очень люблю И все Кто туда К нам приходит Тоже его полюбили Потому что Это хранилище книг Это остров культуры Сколько бы не стоило Помыть там окна Это да И на концерты Которые будут проходить В вашем зале Новом Артиссимо Будем тоже приглашать Это мы продолжим В ноябре Потому что Сейчас мы Должны Сделать выводы Из всего Что мы пережили За эти шесть дней Докончить То что у нас Еще не закончено Какие-то даже Некоторые ремонтные работы Собрать правильную программу И в ноябре Мы будем вас ждать Тем более Что у нас начинается 9 ноября Наш Винтерфест В другом зале Но мы будем Сочетать Все предыдущие Наши залы Которые мы Не оставляем Это большая Малая гильдия Церковь Святого Иоанна Домский собор К ним прибавляется Концертный зал Артиссимо Будем ждать вас На наших концертах И будем ждать Конечно На новой филармонии Всю семью И хочу сказать Для родителей Или бабушек И дедушек Самых маленьких Тех кому От 4 до 8 лет Что в зале Артиссимо Будут проходить Встречи у рояля Именно для дошкольников Мы их тоже начнем В ноябре Мы все это Напишем На наших страничках В зеленой лампе Также И на страничках Инны Давыдовой Фонд Германа Брауна И Артиссимо Вы можете Это все прочитать И сейчас Просто остается Напомнить Что наш телефон 9306384 Работает В помощь Малышу Очень хорошему Очень симпатичному Чудесному Мальчику Трехлетнему Кристопу Гулбису Чтобы помочь Собрать деньги На лечение Спасибо Инна Большое за то Что вы рассказали Очень важные слова Сегодня были сказаны Я желаю всем Хорошего настроения Здоровья, любви И радости Поможем Гулбису Маленькому Не только улыбаться Но и Лететь 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 по-настоящему